Раз в году внутреннее убранство храмов становится еще уютнее, свечи мерцают загадочнее, а звуки кажутся более приглушенными. Бывает это лишь в ночь рождения Спасителя 7 января. В каждой церкви рождественские вертепы, сооружения, напоминающие пещеру, где родился младенец Христос. Ночь рождественская, не шумная, не тревожащая святости момента. Георгиевский храм на силу вместил православных. Прибывший у Вифлеем для переписи Читу Иосифа и Марии, в холодной пещере застает событие тихое, но вселенского масштаба. Не в блеске славы, не в злате и почете, но оберегаемый ангелами, в мир пришел Спаситель. Первыми приветствовать его пришли не вельможи и цари, а ведумые ангелами, бедные пастухи. Мудрые волхвы, приведенные звездой и призванные донести миру великую весть, и те увидят Христа позже. Радость и надежду на спасение принес воплотившийся Сын Божий на землю. Все это в полной мере отражает рождественское богослужение. Божественную литургию в честь Рождества Христова в Георгиевском соборе возглавил благочинный Одинцовского округа Архимандрит Нестор. Подавляющее большинство пришедших в храм – люди молодые, думающие о своем будущем, будущем своих детей и страны. Многие, окончив 40-дневный рождественский пост, стремятся к причастию именно в ночь Рождества. В своем рождественском обращении к православным патриарх Кирилл говорит, Создатель, любя свое творение, явился во плоти, стал человеком во всем подобным нам, кроме греха. Он сделал это, чтобы спасти мир от духовного и нравственного упадка, освободить человека от страха смерти. Творец предлагает принять нам величайшие семь дорог, свою божественную любовь, полноту жизни. Во Христе мы становимся способными обрести надежду, побеждающий страх, достичь святости и бессмерти. Предстоятель Русской Православной Церкви отметил также, что история нашего Отечества знает немало примеров, когда народ, возложив упование на Бога, преодолевал трудности. Прошедший год был годом 400-летия Победы над Смутой и 200-летия Отечественной войны 1812 года – событий, показавшим миру мощь русского духа. Наступивший год 1025-летия крещения Руси святым равноапостольным князем Владимиром, что стало началом новой эры в истории страны. С праздником Рождества Христова! Всех, кто пришел, и тот, кто по каким-либо иным причинам сегодня счастлив правит. Почувствовать себя причастным к истории можно и сегодня. Георгиевский собор, построенный по инициативе митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия при попечительстве главы Одинцовского района Александра Георгиевича Гладышева объединил православных города, которые не устают заботиться о храме. Архимандрит Нестор обратился к собравшимся с просьбой помочь завершить к Пасхе благоустроительство горнего места, где уже великолепно оформлен образ Спасителя. Теперь необходимо также оформить витражи с изображением Пречистой Девы Марии и Иоанна Крестителя. Традиционно самые юные прихожане получают рождественские сладости. Нашлись и такие, кто впервые рождественскую ночь провел в храме. Ну вообще-то да, первый. Как впечатление? Нормальное. Нормальное? Да. Еще придете? Да, приду. Я хочу всех поздравить с Рождеством Христовым, желать всех счастья, здоровья и все, чтобы у них было все хорошо. Ольга Винтер, Алексей Орлов, Одинцовское благочиние, телекомпания Одинцова.